Снова в строю. С начала этой недели спортсмены Дагестана возобновили тренировки после вынужденной паузы. Спортзалы пока еще остаются закрытыми. Занятия проходят только на свежем воздухе. Мой коллега Курбан Рагимов посетил первые тренировки единоборцев и узнал, с каким настроем они подходят к своему любимому делу. Вместо привычного ринга песока, вместо спортзала городской пляж. Это первая тренировка после затяжной паузы. Боксеры успели соскучиться. Они впервые за свою карьеру были вынуждены уйти на двухмесячный перерыв. Когда рядом близкие друзья, каждый мотивирует друг друга. И вместе работа бывает слаженной, четкой. И когда тренер рядом, совсем по-другому, чем отдельно дома тренируемся мы. Когда тренируешься не в ринге, а отвыкаешь. Но, надеюсь, в скором времени зал откроется, и мы сможем полноценно работать. Режим самоизоляции в буквальном смысле сыграл на руку чемпиону мира Муслиму Гаджи Магомедову. Он успел залечить травмы, а эту паузу старался провести с пользой. В горах провел много времени. Вечером тренировался, утром небольшую зарядку. И днем тоже работал с джаматом. Нужные дела в селении, во благо села работал. И, в принципе, все прошло хорошо. Ну, карантин с пользой, да, провел в горах? Да, давно дома так долго не находился. Вот, провел почти все время в горах. Сезон для боксеров оборвался неожиданно в марте на отборочном олимпийском турнире в Лондоне. Я настраивался на бой. И у меня должен был быть на следующий день бой с неплохим соперником в Франции. Вот, настраивался и в этот же вечер говорят уже все, мы через несколько дней уезжаем домой. Все сразу отменили. Это, конечно, было неожиданно и неприятно. Столько всего прошло, столько подготовки, столько сборов, столько сил, терпения потратили. Пандемия ударила по всем фронтам. В ближайшие три месяца соревнований не будет, поэтому грэпплеры пока тренируются только раз в день. Надо быть в тонусе и постепенно восстанавливать былые кондиции. Ты тренировался дома? Как ты тренировался? Тренировался, делал физические нагрузки, функционально готовился, чтобы форму не терять полностью, чтобы в зале потом не уставать быстро. Вес набрал? Вес, да. Поднялся нормально. Теперь что нужно делать? Теперь нужно этот вес держать и уже на свой вес выступать. Готовиться на взрослых, набирать еще больше физическую форму, так как я молодой, только перехожу. Пока занятия ограничены пробежками, турником и работой с резиной, но душа тянется в зал. Организм требует полноценных тренировок, признаются спортсмены. Именно в час, проведя все эти два месяца карантина дома, было очень тяжело. Ощущалось какое-то непонятное состояние, организму что-то не хватало. И я думаю, конечно, нам надо будет потихоньку останавливаться. Вот именно вот этими самыми пробежками и так далее готовить свой организм. Конечно, морской песок не заменит им борцовский ковер, но наставники и здесь найдут, чем занять своих подопечных. Заслуженный тренер страны Анвар Магмед Гаджиев с первого взгляда определяет, кто и как провел время, находясь на самоизоляции. Чтобы наверстать упущенное, спортсменам придется, что называется, пахать, причем в разы сильнее. Два с половиной месяца без ковра – это очень трудно, но придется немножко наверстывать, если возле автономка лучше станет. Тяжело будет втягиваться. Ну, ребята, я думаю, что потянутся будут, работают. Но другого выхода просто нету. Выбора нету. Снятие ограничений на занятия спортом в Дагестане будет поэтапным. Единоборцы понимают необходимость подобных мер и надеются, что скоро смогут вернуться к тренировкам в полном объеме. Что касается соревнований, здесь все зависит от ситуации в мире и решения международных федераций. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, Патимат Муртазалиева, телеканал ННТ, Махачкала.